И в завершении выпуска предлагаю посмотреть нашу постоянную рубрику «Свободный микрофон». Как собрать ребенка в школу? Этот непростой вопрос задала люберчанам наша корреспондентка Яна Яковлева. Здравствуйте! Ну что же, лето подходит к концу, и 1 сентября не за горами. Давайте с вами узнаем, чего ждут школьники от учебного года, и в какую сумму обходятся родителям новые знания детей. Здравствуйте! Расскажите, пожалуйста, как вы готовите вашу дочку или внучку к школе? Мы готовим просто. Она уже идет во второй класс, поэтому у нас проблем-то меньше, чем в первый класс. Когда в первый класс готовили, было очень много проблем. Все так дорого. И когда я у мамы спросила, во сколько это ей обошлось, она на меня так посмотрела, не хотела расстраивать. Честно сказать, я сказала, ну 10 тысяч мы не обошлись. Ну вообще форма, да, дороговато стоит. Обувь, все это тоже много. Дорого все это входит. Много, конечно, очень ушло денег уже. Если они есть, то ты можешь выделить себе, позволить. То, что ты рассчитываешь, что ты и покупаешь. Детская одежда очень дорогая, дешевле взрослого одеть. Расскажи, как тебя готовят к школе сам? Ну, мы покупаем разные футболки, тетради, много чего. А что ты читаешь? Читаем мы обычно фантастику. Очень интересно нам задают книжки. А чего ты больше всего ждешь от школы? Хороших оттенок. А еще? Друзей. Так, соскучилась просто по одноклассникам. Чисто на неделю, потом все. Я не очень хочу вообще к школе какое-то отношение иметь. Главное – туда пойти, поучиться и уйти. Новых учеников, подружиться с ними. Не знаю, новых знаний. Потому что уже до 10 класса приходим и что-то новое ждем. Я хочу узнать, что будет в новых предметах. Что нам будет задавать, сколько нам будет задавать. Например, хочу узнать, как говорят по-немецки. Сейчас больше нас интересует, конечно, организовать его внешкольные дополнительные занятия. Типа того, что, например, тот же футбол, те же люди, ну, какие-то спортивные секции. Я жду от школы знания и друзей. Ну, я хорошо учусь в школе, и мне нравится школа. Ну что же, наш опрос показал, что дети больше всего ждут от школы новых знаний, хороших оценок и друзей. А вот для родителей 1 сентября это пусть и праздник, но все же весомый удар по кошельку. Яна Яковлева, Кирилл Евгеньев. Специально для рубрики «Свободный микрофон». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова